Эту чакушку самогонки я выпил в первом классе. Часто он приходил пьяным, нас бил, и мы от отца убегали. Достал ножик перочинный, начал бить по голове. Он хотел вообще меня убить. Так меня привлекали уже в 10 классе в милицию. Я знал, что за это преступление дадут уже нормально. Я сказал, для меня авторитетов нет. Ни с кем не считался, в тюрьме даже. Я вспомнил вот это, что мама в деревне Чвеней кормит лучше, чем нас в тюрьме. Здравствуйте, дорогие друзья! Однажды Иисус Христос сказал своим ученикам, невозможное человеку, возможно Богу. Герой нашей сегодняшней программы – прямое тому подтверждение. Сегодня с нами в студии Михаил Адамович Кунцевич. Михаил Адамович, расскажите, пожалуйста, немного о себе, о своей семье. Родился я в неверующей семье. У меня был отец, мать, и у нас пятеро детей было. Отец сам по себе очень часто выпивал. Мать, она с детства не слышала. Лампа упала, разбилась, она испугалась, потеряла слух. Но она влияние мало на нас оказывала, так как отец всегда приходил домой пьяный и проявлял жестокость свою к нам. У меня черты были очень хорошие в жизни. Была любовь в сердце. Я помню, как отец брал овец пасти, и мы с братом пасли овец. Овца одна убегала от стада, и я ее догонял, брал на плечи и нес на плечах своих. И мне эту овцу очень было жалко. И однажды мы овец уже гнали домой. Но когда мы загоняли овец, они не шли, что-то чувствовали. Но мы их загнали в сарай, а утром уже где-то в пятом часу утра бежал по деревне. Человеки кричал, что волки овец подавили. Я поднялся утром и босиком побежал. Я прибежал и сразу начал искать эту овцу. Ну, когда я увидел, что у нее горло перегрызено волками, у меня здесь сердце захлебывалось, я плакал, рыдал просто, что волки эту овцу зарезали. Вот я считаю, этот момент, что в моем сердце были хорошие черты, но однажды я нашел самогонку, и эту чакушку самогонки я выпил в первом классе, когда учился. Сначала я был отличником, но после уже, когда начал выпивать, мое сердце больше и больше ожесточалось. Побил одного мужика, поломал ему робро, потом второму мужику поломал робро. И так меня привлекали уже в 10 классе в милицию. Мне стыдно стало ходить в школу, и я бросил в школу. А как реагировали ваши родственники на ваш такой образ жизни? Мама боялась отца, потому что отец всегда, он был очень жестокий, часто он приходил пьяным, нас бил, и мы от отца убегали, в Сенавале подделали норы такие, и отец все равно нас искал, хотел побить всегда. он даже не смотрел, не считался ни с чем, брал вилы, и этими вилами в Сенавале ходил и искал нас просто вилами. Но каким-то образом мы оставались так в стороне, отец не находил нас, но даже был момент, потом отец пьяный был, и достал ножик перочинный, начал бить по голове, он хотел вообще меня убить, он не считался ни с чем, нож, ножик поломался, я искал как бы мести, и для отца, думал, повзрослею, я ему воздам, и много стал совершать преступлений, меня начали забирать в милицию, но дядька у меня был влиятельным человеком, он приходил и милицию ставил по стойке смирно, и меня забирал из милиции. Мне это нравилось, что дядька забирал, и я думаю, ну а что-нибудь еще вам утвору. Я устроился на работу в Солигорске, и немножко поработал, и сразу совершил преступление прямо в милиции. Дали мне срок первый, после этого моя жизнь пошла боком, как говорят. А как вы считаете, тюрьма может изменить человека? Ну, я могу сказать за себя, так как я прошел эту школу, и после первого срока я думал, выйду, мысли у меня были такие, что выйду, уже не буду пить, но по каким-то причинам я запивал и снова делал преступление. И после второго срока снова дали мне два с половиной. Там еще уже строгий режим, там больше людей, такие, можно сказать, изворотливые, все рассказывают о жестокости, как они жили на свободе, и как они воровали, и как можно прожить, не работающий на свободе. Это, конечно, каждое сердце там впитывает, и мое также впитывало сердце. Я ожесточалось больше. Мне следующий срок дали пять лет особого режима, и я пришел на особый режим, там потросло всех друзей моих, кто знал меня, в камере на второй день произошла драка, с авторитетом подрался, и я сказал, для меня авторитетов нету. Я заявил так на особом режиме, хотя меня в это время считали самым молодым из всех на зоне, самый молодой был я в это время, а уже так поставил жизнь, что ни с кем не считался в тюрьме даже. А были ли какие-то попытки переосмыслить свою жизнь, исправиться? Конечно, были. Этим сроком, когда дали мне пять лет особого, я стал задумываться о жизни и пошел в вечернюю школу, чтобы было у меня среднее образование. До этого я окончил училище там сварщика и также в тюрьме работал сварщиком. Потом я стремился всегда как-то изменить свою жизнь, но изменить я не мог. Вы знаете, в тюрьме так кормили нас. Я как-то пришел, сел за стол, я начал с миски доставать гнилую картошку, гнилую капусту и выложил третью часть с миски где-то. И я вспомнил в этот момент, передо мной встает такая картина между сроками, когда я был на свободе, и моя мама чистила картошку. Большой чугунок в деревне, она так аккуратно почистила картошку и большой чугунок, и молоком залила его и ставит в печь. Я маму за плечо и спрашиваю у нее, мама, а кому это? Она говорит, поросятам. И я вспомнил вот это, что мама в деревне свиней кормит лучше, чем нас в тюрьме. У меня полились слезы. Но я сгонул голову, чтобы не видели мои друзья, потому что там, в тюрьме, если видят слезы мужчины, конечно, это уже считают его как бы слабохарактерными. А нужно там быть всегда жестоким, чтобы держать какой-то авторитет среди осужденных. И вот я не подавал в виду перед осужденными. И дальше так шел, думал, как свою жизнь изменить, но я ее никак не смог, как я ни старался. И вот мне, конечно, дают следующий срок, девять лет особого. Я здесь уже как бы не видел выхода ни в чем. И вот как это передо мной такой страх объял меня, как бы я увидел, а еще один шаг вперед, и я падаю в какую-то пропасть. Я тут же проклонил колени в камере, когда оставался один, смотревши на угол, я думал, в деревне у нас икона висела в углу. Я думал, ну так, надо молиться. Я не просил там, чтобы дали малый срок. Я знал, что за это преступление дадут уже нормально. И просил у Господа, говорю, господь, измени мою жизнь, спаси меня и измени мою жизнь, помоги. В таком вот духе, как-то я помню, я молился, мне дали девять лет особого. И также меня посадили в камеру, где я стал ждать этапа на зону. А после этого момента что-нибудь изменилось в вашей жизни? Ну, у меня какая-то работа происходила внутренняя, я это ощущал и осознавал, что происходит, но я не понимал, что. Но я знаю, что какую-то работу Бог начал делать в моем сердце. А каким образом к вам попала Евангелие? В то время как раз ехали на поселение с тюрьмы ребята. Они передают мне новый завет. Я этот новый завет взял, да думаю, ну, сейчас-то я почитаю его. С такой, как бы, жадностью даже взял. Я открыл это Евангелие, начал читать, но я его не понимал так, как следует, потому что там первые строки были. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иакова и Иуду. Я закрыл новый завет, да думаю, что ты, Бог, говоришь, всё в жизни не так происходит. А потом мне начали попадать брошюрки, сами как-то осужденные начали мне духовную литературу давать, дали мне газету. В газете была молитва «Отче наш». Я эту выразил молитву «Отче наш» на ночь, утром читал и на ночь. И я спал как-то спокойно так, думаю, вот ничего себе. Я вижу, что моя жизнь вообще начала изменяться в хорошую сторону, внутренне. И я вот эти, когда трактаты мне давали читать, я читал, и я размышлял всегда, и это наполняло моё сердце. Потом я стал больше и больше читать, и Новый Завет стал понимать. Оно принесло большие изменения в мою жизнь. Я увидел здесь сразу, что никто не сможет человека изменить, кроме Бога. И я начал там же в камерной системе, начал людям уже рассказывать о Боге. Они начали у меня спрашивать, так что с тобой происходит? И администрация это заметила, колонии. У меня начальник был до этого. Он видел это всё. Говорит, почему ты не такой стал? Почему ты, говорит, меняешься как-то в лучшую сторону? Мы, говорит, за тобой наблюдаем. Что тебе даёт это изменение? Кто его даёт? Я, говорю, сам не знаю, кто даёт. Я, говорю, открыл сердце Иисусу. Попросил, чтобы он вошёл в мою жизнь. И вот Иисус, говорю, какую-то работу производит в моём сердце. И я, говорю, сам не понимаю, я ещё много. И здесь, в тюрьме уже стали там молиться мы за людей. Бог начал действовать. Мы видели эти действия. Начали общаться вместе. Мне парень один дал адрес церкви, в который я написал письмо. Через некоторое время пришёл ответ. Если Бог позволит, то приедем летом. Они летом и приехали последнее воскресенье, так, как писали в письме. И вот первое служение, когда было, я, как сегодня помню, полный клуб был. А пастор приехал. Он просто читал слово из Библии. Сразу первый человек выбежал, упал на колени. За ним второй, потом третий, потом четвёртый. Было такое, наблюдали все. У замполита даже лицо менялось. Он поднимал батарею эту руками, и лицо багровым становилось. Потом ему вопросы впоследствии задавали, почему у вас лицо так становилось такое, и вы аж как бы от злости или от чего поднимали эту батарею. Его были слова такие, что я настроил одиночных камер больше 30 и больше 30 лет проработал в тюрьме. Я хотел хоть одного зэка на колени поставить, но я не смог ни одного поставить. А тут какой-то старенький дедок, весь седой, приехал ниже меня ростом, и он взял эту книгу, Библию, и начал что-то там читать. Они сами начали выбегать и падать на колени. Меня это, говорит, поразило полностью. Я, говорит, сегодня не могу найти этому объяснение. Таким образом, зародилась церковь на особом режиме. А после обращения к Богу ваша жизнь стала легче? Ну, здесь я с полной уверенностью скажу, что стало как бы легче. Я стал спокойно спать. У меня стали как-то мысли, меньше мыслей каких-то плохих проходить в голову, в мою жизнь. Ну, и вообще как-то считался таким уже уверенным. Просто, знаете, когда человек приобретает спасение, здесь и уверенность приходит. Но пришли, можно так сказать, испытания. Был такой случай у нас с камерой, когда я всегда читал Библию и молился. Один из боксеров, под два метра ростом он, и он целый день сидел на окошке, там окошки большие, и он сидел, просил, наша камера была так, с выходом на улицу, одна камера, которой был подход с раскрытой зоной. Они могли подойти, с нами побеседовать, что-то передать, а мы могли другую камеру передавать. И таким образом он сидел, просил заварить и закурить. Ему никто не дал. И он с ожесточенностью мне какой-то вопрос задал. А я ему в ответ так спокойно говорю, наблюдаю за собою, потому что я читаю это в Библии, такие слова есть. Он тут долго не думая, что с окошка спрыгнул и мне по бороде ударил кулаком. Ну и поломал челюсть. А в тюрьме это быстро распространяется. Тут же дошло до Смотрашчева. Смотрашчий созвал нас на улицу всех и начали кричать. Мою жизнь пересмотрели и его жизнь пересмотрели. За мной ничего не нашли, таких никаких действий неполноправных по тюремным законам. И они говорят, эта мразь на тебя еще руку подняла. Он не должен был говорить плохого слова. Бей его как хочешь, руками и ногами. Когда в тюрьме бьешь другого человека, да еще при всех, ты набираешь себе авторитеты, что завоевываешь, среди осужденных. Они еще больше тебя будут бояться. Но я так стоял, смотрел на него и говорю при всех. Меня, говорю, Иисус простил, а я его прощаю. И я вам запрещаю его давать. Все осужденные посмотрели на меня, не поняли. Они снова на меня начали кричать, бей его. Я говорю, меня Иисус простил, разве вы не слышите? Я говорю, он мне простил все грехи мои, а я его прощаю. И поэтому вы не имеете права его тоже бить. Они посмотрели и на этом разошлись. В воскресный день повели к вору в законе, чтобы он разбирал это дело. Я сказал, что я ему простил, и никто не имеет права спрашивать с него, и никто не имеет права бить его, так как я тоже имею слово свое. И меня, я еще раз повторил, что Господь простил, а я его прощаю. Ну, на этом закрыли как бы этот вопрос. И, конечно, из администрации спрашивали много кто. Начальник вызывал меня, говорит, скажи, кто? Я говорю, а что быстрее челюсть зарастет? Ну, а Бог таким образом как-то уже давал мне мудрость и как-то ответить правильно, чтобы человека не подставить под удар. Прошли выходные, я записал санчасть. Когда они сделали рентген, они там забегали, все говорят, челюсть поломана, надо везти в город. И меня повезли в город. Там под охраной, с автоматами, меня охраняли. У меня кровь, она шла со рта, конвой кричит, говорит, что ему не больно? На врача, спрашивает у врача, а такие вопросы задает врачу, что ему не больно? Он говорит, мы ж никаких уколов не давали, потому что у нас нету никаких обезболивающих, ни таблеток, ничего. Как ему не больно? Видите, что по-живому проволоку тянем через дясный. А что он такой радостный? Ну, потом меня привезли в санчасть, положили в санчасть. Каким образом Бог утверждал вас в вере? Когда привезли уже меня и положили в санчасть, после этой операции, когда совершили, то Господь напомнил моё сердце такой любовью, я никогда такой не переживал любви и дал мне так свидетельствовать там в санчастье, я начал свидетельствовать о Господе. Парализованного принесли были одного старенького уже в годах дедушку и положили он парализованный полностью был, ноги не ходили. И они подходят к врачу и говорят, хоть у нас лекарств нету, никаких уколов нету, но мы тебя поставим через два месяца на ноги. Ну, они пошли все фильм смотреть, а я остался с этим дедушком вдвоем. Я говорю, дедушка, подхожу к нему, я говорю, ты только верь, я за тебя буду молиться и Бог тебя поставит через две недели на ноги. ну и пошел и начал молиться за него. Понимаете, для меня было удивление для самого. Этот дедушка на второй день поднялся и пошел. Там все удивлялись. и я сам у меня глаза по яблоку, как говорится, я смотрю, думаю, ну ничего себе, Бог дает. В воскресный день нас вывели в баню. Там обычно выводили закрытую баню. И в это время бежит начальник отрада и кричит вовсе услышание, чтоб все слышали. Миша, не было дождя уже три недели, пусть бы ты помолился своему Богу, чтоб он дал дождя, а то все повысыхает и люди останутся голодными, ничего не порастет. Будут, мол, голодной смерти умирать. Я ему говорю начальнику, что пусть бы вы на публику не работали, я буду молиться. И он засмеялся, побежал дальше, а я пришел из бани, положил Библию и начал молиться. Говорю, Господь, дай дождя этому народу, действительно, чтобы урожай они могли собрать, а то, говорю, будут бедственные дни для них. Ну и таким образом вечером человек выбегает тоже, который слышал этот разговор с начальником отрада, и на меня смотрит и кричит, Миша, ты молился Богу, а на улице ливень идет. И тут начальник идет мой, забегает там в коридор, плаш-палатку страхивает и говорит, вот это дает, вот это дает. Давно такого дождя не было. Покуда он сложил плаш-палатку я вышел на центр коридора и говорю ему, начальнику, говорю, ваше задание выполнил. Он на меня смотрит, да говорит, какое задание? Я говорю, вы же просили дождя, получайте дождя. И потом начальник приходит ко мне всегда на работу, он шел мимо, заходил на работу, и говорит, Миша, мы за тобой наблюдаем, говорит, что с тобой происходит, ты же раньше такой не был. Я говорю, я сам не знаю, что со мной происходит. Открыл сердце Иисусу, и он, говорит, действует, работу производит какую-то внутри меня. Мы молим за больных, больные получают исцеление, и мы рады этому, что Бог действует через нас. Однажды мне говорят, во вторую смену вызвали их, много было с администрации, и они говорят, ты на глубоком молился, чтобы Бог дал дождя, а здесь помолись, чтобы Бог убрал этот дождь. Две недели затянуло облаком, и все время дождь шел. А он говорит, ты помолись, чтобы не было дождя, потому что мы завтра в субботу на рыбанку поедем. Я выхожу с кабинета с ихнего, додумаю, я там махал головой, что буду молиться. А выхожу, додумаю, вот, они хотят Бога игрушкой сделать. Иду и так размышляю, а у меня сама молитва изнутри вырвалась, я начал запрещать этому дождю быть, а призвать погоду. Таким вот образом как-то внутренняя молитва произошла у меня. И на завтра утром я смотрю в окошко действительно распогодилась, солнышко взглянуло и к десяти часам уже выглянуло, начало светить, как я увидел начальствующих, говорю, так и так, говорю, так, видели, как Бог действует. Они и им новые заветы начал раздавать, они взяли все новые заветы, а потом где-то неделя прошла, они уже начали отговорки говорить. Вот, говорит, баптист, так и хочет затянуть нас в свою секту. Это было и смешно, но оно как-то приятно было, потому что я знал, что Бог отвечает на молитвы. Как сложились судьбы ваших родственников? Когда я освободился, все увидели пирамиды, которые произошли у меня, и здесь, конечно, все родственники обратились, сестры мои, правда, брат до этого погиб трагически, отец тоже, а сестры мои обратились к Господу и сейчас служат. Мама моя обратилась к Господу и прожила еще 10 лет. Бог ее освободил также от пьянства и, конечно, она в 92 года закончилась в ней жизнь. В те далекие годы, если бы вам показали вашу сегодняшнюю жизнь, вы бы поверили, что такое возможно? Конечно, я бы этому никогда не поверил, потому что я не думал, что с меня может быть что-то уже хорошее, так как я был уже конченным грешником. И чтобы как-то переделать или первоспитать меня в моей жизни это невозможно. Как вы думаете, почему Бог пришел в вашу жизнь? Я думаю, что со мной учились в школе дети из верующей семьи и, видя мою тяжелую жизнь, они молились за меня. Ваше пожелание тем, кто будет смотреть это свидетельство? Мое пожелание, чтобы они молились все верующие, которые уже веруют, за тех людей, кто живет с ними рядом, потому что молитвы Господь слышит все. Бог вам помог устроить личную жизнь? Да. У меня жена с верующей семьи. Бог помог устроить, и мы женились и проживаем вместе в любви и согласии. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА